приветствую командиры вот и наступил долгожданный выпуск видео обзора оборона сталинграда некоторые игроки уже успели поучаствовать в этом событии но на большинстве серверов события будет запущена только во второй половине марта этого года и так что же нас ожидает в событии и как подготовиться чтобы быть победителем первое из чего стоит начать это подготовка к событиям все войска должны быть на базе и отремонтированы чтобы гараж был свободен для большей эффективности советую использовать офицеров светкой талантов джанглер да да вы будете воевать против нейтралов а урон по ним будет считаться как по захватчикам ну или другим нейтралом ну наконец-то офицером светкой джанглеров возвращают полезность обратите внимание на кэтрин анжелику улыбнул и обязательно берите как можно больше офицеров с активными навыками которые наносят урон по площади а у я это очень пригодится обратите внимание на наталью рейс оливия обязательно настроите и сохраните 5 отрядов для быстрого использования события время у вас будет ограничено а действовать нужно будет быстро что из усилений работает в событии работают потенциал марша расширение армии усиление атаки ракетой или усиление обороны баф от медали красного волка тоже в деле внимание если у вас действует фанатик жар войны вы не сможете принимать участие в событии пока этот эффект не исчезнет какому типу сражение относится оборона сталинграда полевому сражению а это значит что спрингчуд работает по полной программе теперь перейдем к созданию команды вы можете начинать испытание даже вдвоем но все же советую даже для первого уровня сложности брать не менее трех человек в команду с войсками ну не меньше т4 а лучше все же т5 нижний порог штаба для принятия участия в событии 21 уровень при создании команды вы можете выбирать уровень сложности прошла заметить что нельзя выбирать высокий уровень сложности сразу вам необходимо пройти все предыдущие уровни чтоб разблокировать более высокий пока команда набирается вам стоит обратить внимание на технологию да и вообще желательно договориться с командой кто какую технологию будет брать после зачистки волны противника вам будут предлагать технологию и именно той ветки которую вы выберете перед началом боя будьте внимательны более подробно о ветках технологии вы можете почитать в самом событии и геймплей вкладка технология пандоры сразу хочу обратить ваше внимание что ветку секретная технология могут использовать те ребята у кого вип уровень 17 или выше в этом обзоре я подробно разберу уровень сложности 1 по волнам перейдем по любое система сразу вам предложит вывести войска вы видите их и видите как можно дальше по дороге откуда будет появляться враг так вы сможете быстрее атаковать противника противники первой и второй волны это горгулья это относительно простой противник и сразу атакуют ваши войска вы легко их остановите сразу после победы над первой волной вам предложат технологию пандоры который усилит ваши войска посмотрим интерфейс подробнее верхнем левом углу мы видим номер волны правее видим счетчик который показывает сколько вражин всего осталось на карте чуть ниже таймер когда начнется следующая волна еще ниже действующее усиление которое вы использовали перед началом события чуть правее вверху счетчик убийств количество убитых боссов и прочность вашей базы в нижнем меню вы можете ознакомиться с деревом технологий получить информацию о вашем сражении и в почте посмотреть детали каждого вашего боя конечно есть кнопка или покинуть сражения но это если вы видите не видите смысла вообще сражаться в правом верхнем углу вы видите карту советую почаще смотреть на нее так как возможно помощь ваша нужна будет союзнику как вы уже наверное догадались зеленым цветом обозначены ваши войска синим цветом обозначены войска захватчиков на вашей базе вы можете ремонтировать технику не забывайте об этом так и регулярно выполнять отряды эти четвертые волны будет более интересно чем первая и вторая вам выйдет гремучая змея эти захватчики едут прямо к базе и игнорируют ваши войска пока вы не атакуете после третьей волны вам снова предложат технологию пандоры скорее делайте выбор ремонтируете войска и пополняйте готовьтесь к следующим волнам на пятой волне вы познакомитесь с гончей она снижает урон ваших войск но активно атакует ваши войска что ж тем лучше для вас так как захватчик останавливается а не едет прямо к битве рекомендуется уничтожать их всех и сразу перед шестой волной вам снова предложат технологию на выбор шестая волна встреча с боссом босс очень сложный и легко убивается постарайтесь как можно быстрее вернуть войска на прежней позиции так как следующие захватчики 7 волны игнорируют снова ваши войска и едут прямиком к базе падальщик в окружении акул довольно неудобный противник постарайтесь как можно скорее его атаковать после 7 волны вы снова получите возможность выбрать технологию восьмая волна финальный босс скорпион довольно сильный противник с кучей усилений после того как уровень хп упадет ниже 50 процентов он начнет получать больше урона от технологии напряжения это последняя волна после чего вы сможете получить свои награды повышение уровня сложности серьезно усилит противника увеличит количество волн старайтесь брать сильных игроков в команду и чтоб хотя бы у одного из них был vip 17 или выше на последнем уровне сложности т5 и vip уровня 17 просто обязательно помните события длится два дня и у вас будет 10 попыток чтобы пройти события за это время надеюсь мои советы помогут вам побеждать в этом событии ставьте лайки подписывайтесь на наш канал а также нашу группу вконтакте а я с вами прощаюсь удачи на полях сражений а